Мариана, напомни нашим зрителям, что за носки висят в студии. Да, у нас всегда все спрашивают, что за носки у вас висят в студии. Как будто не знают о большой традиции Адвента, который был запущен в нашем эфире. Итак, сегодня мы вытягиваем новое желание. Желание, это правильно? Новое желание, да. Выбирай этот носок, пожалуйста. Новое задание. Любимый носок нашего оператора. Он без дырки как-то замесил. 39 размер. Да. Итак, расскажите три вещи о себе. Три вещи о себе. Слушай, очень сложно сходу так что-то придумать, поэтому я хочу пригласить в нашу студию Людмилу и Игоря Матусевича, которые нам помогут. Ребят, доброе утро. Проходите. Доброе утро. Самое главное, что гости к нам приходят с подарками. Привет. Здравствуйте. Ой, так у них не один подарок. Да, много. В общем, расскажите, что за проект? Насколько я знаю, раньше вы снимали видео, снимали очень много биографических видео про людей. Мимо больших, да. И я понимаю, что вы нашли классный ход. Раскрыть человека. Раскрыть человека, да. Да, и теперь вы просто 31 вопрос, который вы задавали своим героям, теперь вы задаете их людям или как? Примерно так. Ну, в общем-то, да. Все, мы пошли. Ты все рассказал только что. Спасибо. Игорь Матусевич. Игорь, Люда, а откуда эта идея пришла? Так, а с чего же мы начинали? А, наша работа – задавать вопросы, раскрывать людей. Мы записываем фильмы, где стараемся вот глубину личности все поднять. И мы несколько лет не могли придумать нормальный подарок всем клиентам и друзьям на Новый год. И вот в этом году, 27 ноября, у Люды стрельнуло. Как хорошо, что у Люды стрельнуло. Мы вас поздравляем. Спасибо. Я просто пришла в офис первый раз до ноября и подумала, не поработать ли мне. В общем, я сидела и вдруг вот так, правда это было, давай сделаем подарок для друзей на Новый год по одному вопросу в день. И в этот момент реально не было логики никакой, там, вот, там, почему это… Вот просто оно пришло вот откуда-то и захотелось именно так. А дальше вдруг мы стали понимать, что это настолько про нас. Мы когда-то там начинали делать вот фильмы года и популяризировали то, чтобы люди вообще фиксировали каждый год жизни. Самый лучший момент. Да, чтобы они сохраняли это видео, которое они снимали целый год, чтобы они осознавали вообще, про что это жизнь и про что эти 365 дней. Потому что они пролетают, вот, 31 декабря кажется вот так, а ты ничего не успеваешь зафиксировать, про что это было. Ну и миссия, в принципе, у нас помогать людям становиться ближе и понимать лучше себя, понимать лучше других. И поэтому потом уже оказалось, когда мы начали думать, там, 15 декабря, уже оказалось, что это все про нас. Это вообще наша, там, миссия, это классно. Так вот. Друзья, давайте станем ближе, распакуем, наконец-то, это время. Мне интересно, там же вопросы. Ну что, там сегодня 21 число. Ты хочешь задать вопрос? 21 вопрос. Итак, ребята, что вы сделали за этот год такого, чтобы мир стал лучше? Ну, я знаю, что. Они родили ребенка. В этом же году? В прошлом. Блин. Ну, мы его в этом году сделали, чтобы в этом году, чтобы мы его в этом году научили разговаривать. Отлично. Что он говорит уже? Гусь. Гусь? Замечательно. Отлично. Кому из вас он так называет? Сразу вопрос, Марьяна, тебе на выходные. Давай. Достаточно ли часто ты обнимала своих самых близких людей в этом году? Да. Спасибо. Давай я тебе что-нибудь предложу, ты вытянешь сам. Давай вот мы найдем тот вопрос, который реально для тебя. Давай. Давай. Который ставит тупик, да? Да, который тебя... Берешь ли ты баре? Ну, на гитаре. Давай. Так, вот, пожалуйста, пускай будет этот. Какая была моя лучшая спонтанность этого года? У меня отменился большой проект, я резко поехал в Рим к друзьям, это было прекрасно, снова замечательно, Рим самый лучший город на Земле. И самое главное, нам важно, чтобы это был не минутный ответ на вопрос, нам важно, чтобы это была тема для разговора и для размышления. Да. Поэтому после этого... Ребята, насколько вы спонтанно ездите в путешествие в своей жизни, учитывая количество ваших проектов? Я люблю спонтанно. Да, поэтому мы никогда спонтанно никуда не ездим. Поэтому у вас есть ребенок. И дам мне закончить. После ответа на любой вопрос, вот, мы дарим еще дополнительный вопрос. Почему? То есть это дело, когда я не заканчиваю. Это мой любимый вопрос, почему? Потому что дальше, ну, ты начинаешь понимать, а почему именно это, а что меня так в этом зацепило? У кого и за что вам бы хотелось попросить прощения в этом году? Мариян, давай. Не знаю даже, мне кажется, у своего бывшего парня. Надеюсь, что мне не придется попросить прощения у него тоже. Игорь, тяни. Опа. Пожалуйста. Что в том году случилось с нами впервые? Мы впервые сделали подарки для наших клиентов. И просто счастливы от этого, потому что мы на самом деле видим, сколько тепла люди дают. Ну, они присылают нам, начинают ответы на вопросы, их опыты, как это было. И некоторые отвечают парами, они садятся дома на кухне, вечером за чаем и начинают общаться. И потом просто пишут чуть ли не слезные нам сообщения. Это вопрос, а не развлечение. Это не вопрос, чтобы сейчас мы с вами в студии, такие тратки-тратки-тратки. И кивоки такие. Это правда вопросы для удовольствия, для тепла и для того, чтобы за 31 вопрос у вас родилось много благодарности, понимания, про что этот год был, осознавание, что в нем было очень много маленьких, тонких, теплых, душевных моментов, которые мы пропускаем. Эта история дала мне очень много чувства благодарности. Во-первых, потому что мы с этой коробкой идем к людям за благодарностью. Мы каждый раз, когда дарим эту коробку, мы говорим спасибо за то, что там вы были с нами, мы находим за что именно спасибо. И мне назад возвращается благодарность. И плюс эта коробка помогает эти вопросы, помогает осознавать, за что я благодарен в своей жизни. Вы должны ввести статистику того, сколько распространили календарей, потому что мне кажется, что с каждым новым календарем каждый новый человек становится счастливее. Давайте и мы вас сделаем счастливее. У нас традиция, каждый гостик приходит с подарками и получает подарок от предыдущего человека. Игорь, за тебя мы уже распаковали. Вот, пожалуйста, эта книга «Лучшие в Беларуси». Туристические направления для вас, если вы вдруг не решили, где вы будете отмечать Новый год. Ася Поплавская все сделала для вас и отобрала лучшие места. Какой подарок подарите вы? Уже очевидно, мне кажется. Ну почему у нас коробка закрытая, никто не знает, что там. Марьяночка, принимай, прячь под елку, а пока ребята в духе Игоря Крокодил изобразят нам Новый год. Нет, я бы хотела у вас. У нас в студии были потрясающие ребята, Алидмила и Игорь Матусевич, которые придумали новый адвент-календарь. Ребята, хорошего дня. Класс, спасибо.